Как говорили правильно, начинает очищаться дыхание, у него набухают вены и начинает синеть лицо. Если это происходит, это называется, собирается воздух. И у вас нету иглы. Есть еще один вариант, и вам, пока вы, как говорится, молодые, леще всего. Во-первых, когда правильно говорили, метод грабелек, провести, посмотреть, нету ли здесь дырки-дырки, и обязательно под спиной, потому что большинство роднений идет сквозными. Почему перчатки еще? Потому что когда ты не видишь тут ничего, когда ты вынимаешь перчатку, она может быть в крови, это говорит, что роднение сквозное. Заклеивать надо как входящее отверстие, так и исходящее. Мы заклеили, у нас нету иглы, он начинает синеть, у него начинают выбухать вены. Если мы сейчас ничего не сделаем, он умрет. Никаких армейских штучек ножом пробивает, пальцем, этого делать не надо. Дай мне хала, пожалуйста, я не буду его открывать. Хала, если он с клапаном или нет? Ну, без клапана. Допустим, мы заклеили, да? Заклеиваться сейчас, раньше заклеивалось с трех сторон, сейчас с четырех сторон заклеились. Он в сознании, мы говорим, дружи, давай сделаем так, на счет три, ты насколько есть возможности, выдохни. Больно, не больно, выдохни. Вот, я тебе помогу. И договаривайся с ним, ты руку уже берешь под один вот этот, говорили, скотч. Давай, дружи, сам становись оппозицию, чтобы нажать ему на грудную клетку. Говори, давай, раз, два, выдыхай. Он выдыхает, я нажимаю, при этом я открываю клапан, выпускаю воздух и обратно заклеиваю. Все, это на какое-то время уже поможет. Да, потом придется повторить обратно, но, по крайней мере, мы уже выиграли время. Это на тот случай, если нету иглы. Все, пробачите. Очень спасибо, я, честно, этого еще не знал. То есть, ну, в принципе, если даже не есть возможности, внутривенный катетер, он каждые копейки гривню. 11 гривен, часто вы? 11 гривен? Да. Я за четыре копейки. Вибачайте за дезинформацию. Чем меньше цифра, тем толще труба. Это лучше. Да, то есть, 14-16G может быть для декомпрессии при пневмотораксе. Значит, после пневмотораксе идет в нас прохидность дыхательных шляхов, например. Я уже, как я сказал, вы вводите назофарингеальную трубку, если вы не имеете назофарингеальную трубку, чтобы человек не захлеснулася рвотными масами, вы его перевертаете в стабильное положение. То есть, вы ему руку сюда ставите, ногу подтягиваете, просто для себя наводжите. Все, вы видите, он лежит, да, в него, даже если он захочет там поблювать, то в него блювотиня будет выходить, и он не захлеснется уже ним. И язык не западет, он не задихнется, так же, снова-таки. После этого, как вы уже сделали, вы обязательно накрываете термоотерапию, он снова-таки от гипотеремии. Если вы видите, например, что в него есть перелом руки, нужно уже использовать шины, это шины старого образца, шины крамера называются. Еще по поводу стабильного положения, вот как узнать, на поле несколько бойцов, и к какому надо подползать, оба или все без сознания, да? Но тот бойц, который лежит на спине, вот в таком положении, скорее всего, что он уже мертвый. Бойц, который лежит на боку или на животе, скорее всего, он живой. Поэтому в первую очередь надо подползать тем, который на боку и на животе. Это еще Пирогол в свое время сказал. Есть просто сейчас очень разные ситуации, то есть, ну, может быть так, да, дейсно, но если, например, ситуация, что вы подползаете, у вас пятеро пораненых, но вы можете только одного, вы обязательно вбить, а не вбить, вы его переверните в стабильное положение. И, может, он потерял сознание, потом, когда бой закончился, он очухается, но он не задихнет. То есть, я был раз на тренинге на Ривенском полигоне, и такая ситуация была, ситуационная задача была, было пятеро пораненых, я был в качестве пораненого, и парень побег именно до того, который самым больше кричал. То есть, там, ааа, мне руку выдержал, а он до него побег. А я уже лежал, то есть, как бы, майже, там, при смерти, грубо говоря, да, то есть, и в таком положении я, по сути, затихнулся с фиксием, по легенде и навчанию. Но он бы мог подбегти, взять меня в стабильное положение положение, и побегти дальше, то есть, там, подпусти. То есть, вы показывали уже стабильное положение? Да, я только показывал. То есть, когда перевертаете, чтобы он не захвестил себя с фиксием. Куда руку, куда чего вы показывали? Я просто проделал. Надеюсь еще раз. Очень просто. Берете его руку, там, лево-право, например, я возьму лево, да, кладете ему под голову. У вас есть такие дополнительные рычаги. Берете ногу с стороны за колено, подтягивайте, расслабь ногу, ногу расслабь. Руку-то можно выкидывать. Да, то есть, его можно вот сюда, на бік, то есть, чтобы голова была на боку, в таком плане. То есть, вторую руку не надо никуда, ни прямо, ни в сторону. Это не является ошибкой, гражданское лучше закинуть, потому что вот, как бы, продолжение легче перевернуть. А в красной зоне не надо никакие руки. Захватил на живот, перевернул и все, не надо тут заморачиваться. Потому что ты на корточках в красной зоне сидеть не будешь. Ты будешь лежать, ты его заснушь, перевернешь. В черной зоне, так называемой, на корточках, вы делаете все маніпуляции. В черной зоне только лежишь и максимально быстрее вы его эвакуируете. Например, вы увидели, что у него травма, например, руки, ему обязательно нужно его иммобилизовать. То есть, вы знаете, как он стоит, подгинайте, моделюйте по здоровью руке, например, его, або по своей, вот, выгинайте его, да, как у него этот, например, смоделювали, да, все, руку вы ему кладете сюда, это за шею туда, и, значит, бинтом, або чем, если вы сейчас бинта не имеете, может, там, я, наверное, не знаю, ну, то есть там ремнем, или еще, або чем-то там, ну, важно, конечно, это и бинт. Вы просто ее фиксируете до шину, до руки, чтобы иммобилизовать, чтобы лишнюю травму не производить для потерпелого. На нозе то же самое можно, так само по нозе можно, можно, если, например, там и переломы, вибихи. Только ее нужно еще сделать вот таким шлапаком, вот такого пламу, то есть так же выгинаете, там, вперше, чем запхать, и цей, и, опять-таки, фиксируете ее из всех сторон. Сейчас есть шины нового поколения Семсплін, они скручиваются буквально, ну, где-то таки, рублоне, это таки, за диаметром. Вы их можете будь-як выкусти, они очень гнутся, и они очень эффективны, ну, то есть для иммобилизации самая шикарная вещь, вы можете, наверное, ему накласти, там, в принципе, вставать, появлюсь. И вы можете ему, например, там, когда у него есть там карсет, еще что-то, так само смоделювать. В принципе, еще какие-то вопросы есть по этому? Значит, надо быстро транспортировать специальные зоны. Да, эвакуации. Первым делом, если человек может сама, например, просто у человека может быть стресс, стрессовая ситуация, у него, например, ранее адреналин сразу, суды не сжимается, он просто не знает, что делать в этой ситуации критичной. Он начинает панікувать и ничего, по сути, не делать. То есть ему нужно вказать, если у него есть четкий алгоритм действий, ты можешь сделать то-то-то. То есть, когда он, в общем, он говорит, что у него есть жгут, все, я накладаю его там, закрутил. Можешь повсти? Можешь, все. Вы себе лишний раз на ризик не наставляете. Но, например, ситуация, что червона зона, и там, где реально эффективный огонь противника, что там не встать, не пройти, скажем так, вы не бежите до него. То есть, если он умер, то он уже умер. Это и так, как говорится, людей, которые просто... Вы маете первым днём обязательно подавить вогнем противника. Это обязательно, потому что, если вы не подавите, у вас большие втрати будут санитарные и безповоротные, по сути. Ну, такого плана. Когда вы его транспортировали, например, как у меня был бы, у нас сегодня мог бы быть с нами товарищ, он мог бы показать способи эвакуации с помощью эвакуации, например, когда, допустим, это умовно не будет ухоп, это не будет ухоп. Умовный плендаш, то есть, если, например, человек при осознании, ему кидают эту стропу, он себя привязывает, там, или до броника за эти лямки, или в круг себя, да, то есть вы уже можете вытягивать его до себя в ухоп, в лишний раз не наражаясь себя на небезпеку. Еще какие вопросы? Какой способ? Какой способ? Прошу, сейчас, я дам ответ. Ну, я скажу, например, если ты имеешь струку эвакуации, и ты налагодишь с ним в свой контакт, он тебя слышит, ты можешь там сделать... Например, ты можешь там повстить? Нет, я не могу. Давай я тебе кину там струку, ты ему кидаешь струку, она где на 20 метров, она сейчас мы разработали. Он себя привязал, как можно. И тогда вы уже за эту струку, самое эффективное, вы тоже можете его за эту струку зафиксировать, и по струке вытягивать его тянули. То есть, здесь очень много, ну, по сути, я там умею, на Якурштадте. Мы сейчас разработали очень эффективную штуку, завтра приедет этот товарищ, который занимается именно пушить. например, он покажет более детально. Хай будет такого плана. Например, кто в форме? Кто в форме? Другой. Могу, дай мне никуда. Протекция. Вот. Леж здесь не байдя. Давай, леж здесь не байдя. Значит, есть разница. Например, только если он меня слышит, да, он там сможет здесь пустить. Я кидаю приблизительно близко к нему эту струку, опять же на леже, это все не бывает. Я кидаю приблизительно. чуть-чуть дальше. Докину. Докину. Голову берите. Ахахаха. Подай, например, да? Если, например, он подойдет, он берет себя, очипит себя между руками. Знаешь, как? Поясни ему. Не надо. Не надо. Все. Вы уже его тянете. Эвакуацию займете. Помоги ногам. Все. Ну, так ждите. Тебе же его нужно эвакуировать. Спочатку из этой зоны, да? Если ты даже не прикладаешь усилий, он просто померет. Я ж говорю, что в тече. Еще один принцип тактичной медицины заключается. Життя в обмен на здоровье. Тобто, если, например, ему отрывали две ноги, вы не гарантуете, что у него збережутся эти ноги. Но вы ему даете право на життя. Просто, например, это одна ситуация с карбином. Если, опять же, вы не сможете, например, есть два, двое, трое товарищей. Вы можете так же его подпустить, его зафиксировать там или за бронюк, или за лямку. И снова таки сделать эвакуацию на этом. Завтра, вы обязательно увидите, привезу струпу. Сейчас. Дякую. Струпу, которая идет по принципу укладки парашюта на примусовое открытие. Она, значит, в таком, как бы, чехле идет. Она идет с мейкой и она сама по себе важка, до килограмма. И она максимально то, что попадает. То есть, она отпускается, мы уже тестуем. Завтра будете иметь возможность видеть. то, если его вытащили, он не дышит. Сердечно-люгочная реанимация. Сердечно-люгочная реанимация предотвращается в желтой зоне, но если вам позволяет тактичная ситуация. Значит, как проводится сердечно-люгочная реанимация, сейчас я вам объясню. Значит, опять же таки, человек не дышит. То есть, вы проверяете десятисекундный огонь, запрекируете голову под бородок и посмотрите. За десять секунд он ни разу не дышит. Давайте в ту сторону развернем, чтобы не делится. Можно перейти в тенежку, Роман. А? Можно перейти в тенежку, потому что все поднимается. Ну, я знаю, но можно в тенежку. Ну, в принципе, я уже закончу, тут еще реанимация. Быстрее закончить, чем переходить. Да, да, давай ты закончим. Закинчивай здесь. Да, да, уже закончу. Сюда, головой сюда. Ноги туда, головой сюда, да. Первое, чем делать сердцево-легневую реанимацию, вы, по-моему, являете прохидность дыхания шухи. У него в роте нет, например, усколков, гранат, или, например, кост не побитый в него, нижний челюсть. Вы запрекнули, закрываете нис и слушаете. Если вы за десять секунд почуете хоть один, хоть минимум два, вы не делаете реанимацию. Если даже один, вы начинаете реанимацию. Как проводится сердцево-легневая реанимация? по новым протоколам. Есть правило Викторії. Есть яремная вырезка. Вы делаете две руки по такому принципу на три частини и посередине начинаете делать реанимацию. По новым протоколам это 30 качков и два вдоха. Но вы будете делать вдохи в том случае, если вы будете иметь специальную плевку клапана. Если вы ее не имеете и не знаете, что это за боец, на какие он хвороби хворяет, Европейская Рада реаниматологов не предупреждает делать штучное вдохновение. Вы просто делаете хачки и все. а не так раз вот мы смотрим вот ребра вот нет, нет, это два пальца и потом уже нет, 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 потому что по-перше вы тут говорите, да? сердце у нас находится вот здесь я не вижу вот вынимка вот это диафрагма это уже два пальца положил и вот здесь надавливать выше по-перше два пальца у каждого есть разные, да? вы точно не это, например, это боец, а если будет, например, другой склад вы не увидите, а когда вы сделаете правила Виктория, то есть есть много систем, есть, например, можно руку повернуть, то есть, да? но самое эффективное даже вот мне, когда учили, то есть это вот то есть вы ставите на три ровни части свою поделяете умовно да? от яремной вырезки до конца этого и приблизительно здесь вы начинаете или всегда с качки вы качаете 30 раз вы имеете специальную плевку клапана, которая закрывает вас то есть она пропускает воздух, но не выпускает чтобы вы не заразились, например вы тогда можете делать, а если нет вы просто качаете реанимация до тех пор пока не подъедет например, если по цивильной медицине пока швидка не подъедет если по військовой пока не подъедут парамедики с реанимационным устанавливанием то есть вы делаете реанимацию и еще до тех пор вы будете делать реанимацию пока вы физически успеете если вы уже чувствуете что вы просто загинете это не нужно потому что еще не будет для личной санитарной практики вопрос в принципе что сейчас будем приступать к практике в принципе да да через сколько сейчас давайте десять кто им поражает зараз и цей ну пока то